Девушки отдыхают «Прост» — новое мероприятие проекта «Про бьюти», где звезды обсуждают вопросы здоровья и красоты. Как вы избавляетесь от зимней хандры? Мне кажется, что сама природа, которая сейчас с весной просыпается, она избавляет от любой хандры. Больше солнца появляется, конечно, и душа поет, и как-то ты сама расцветаешь, да? Хочется уже скинуть вот эти вот куртки теплые, хочется надеть юбку покороче. Потому что выходит солнце, хочется тренироваться, хочется бегать. Больше сил просто появляется, потому что от солнца мы питаемся энергией. У всех примерно одни и те же способы, но я вот, например, подстриглась достаточно коротко. Господи, когда ты видишь на улице солнце, листики распускаются, люди улыбаются, куртки становятся короче, юбки становятся короче, она сама уходит, эта хандра. Я занимаюсь йогой давно, и мне всегда это помогает, и даже зимой. И хандры уже нет, потому что с каждым днем день все длиннее, и солнца все больше, а когда солнышко есть, уже хорошо, приятно. Ивент проходит в формате бьюти-ланча. Под руководством шеф-повара Томазо Амариана «Селебрити» приготовит вкусные и полезные блюда, и, конечно же, потом их продегустирует. Главное требование к звездным поварам – это легкость, как в приготовлении, так и в обсуждении насущных вопросов. Вы уже знаете, какие вы блюда сегодня будете готовить? Значит, у нас будет перец рамира, фаршированный сыром фета, второе блюдо будет сыр каманвер с трюфельным маслом, и круто из лосося с каперсами. Я сегодня готовила карпаччи из рыбы, при том, что, к сожалению, я сырую рыбу не очень люблю, но девочкам за столом очень понравилось. Это, мне кажется, абсолютно известный факт, а то, что лучшие повара – это мужчины, это придумали суперумные женщины. Это очень удобно, и я предлагаю этого дектора держаться. Перец рамира, запеченный перец, который начинен соусом из запеченного баклажана вместе с сыром фета. В общем, абсолютно весеннее блюдо из доступных продуктов. Мне понравился процесс, мне понравилось блюдо, ведь это основное, мне кажется, в кулинарии, чтобы оно не просто выглядело, чтобы это было полезно, вкусно, доступно и быстро. А вы как-то меняете свой рацион питания, когда наступает весна? Становишься на весы и с грустью понимаешь, что праздники зимние были отмечены ярко и красочно, и дали свой отпечаток и на теле в том числе, поэтому, да, безусловно, небольшая диета и подвижность – это такая классическая подготовка к весенне-летнему периоду. Если не сильно менять рацион, все-таки стараться придерживаться какого-то плюс-минус однородного в плане того, что не объедаться там тортов и салатов, то, конечно, будет намного легче весной надевать короткие юбки. Я заметила, что после зимы весной хочется меньше есть тяжелой пищи, да, не зря вот «Великий пост», и как-то хочется чего-то свежего, легкого. В принципе, желательно в течение всего года готовить организм к пробуждению и оследить за питанием и заниматься спортом. То есть это должно просто войти в привычку. Тогда не нужно будет специально к чем-то готовиться. Восстановиться после зимнего периода можно легко, например, с помощью любимой бьюти-процедуры, либо перейти на легкую и здоровую пищу, и тогда красота и здоровье вам обеспечены.